Обращений много по тому, как проводят проверки, по процедурам проведения проверки, по нарушениям прав предпринимателей в процессе проведения проверки. Бизнесомбудсмен Ольга Горелова говорит о главной воле предпринимателей, когда в гости неожиданно приходят надзорные органы. Минимум от такой встречи легкий стресс, максимум штраф или вовсе приостановка деятельности. Причины бывают разные, но налоговая заверяет, количество внеплановых визитов, благодаря рискориентированному подходу, снижается. А вот число ИП, забывающих о своих обязанностях, увеличилось. Максимальный темп роста задолженности у нас допустили индивидуальные предприниматели по страховым взносам в фиксированной сумме. На начало этого года сумма их долгов составила более 330 миллионов рублей. И при этом вы знаете, что не начисление, а поступление страховых взносов является основным условием для социального обеспечения в нашей стране. Федеральные повестки тоже коснулись. Продавцам обуви можно слегка выдохнуть. Сроки обязательной маркировки с 1 марта перенесены на 1 июля. Бизнесу дадут больше времени, чтобы подключиться к системе «Честный знак» и нанести код маркировки на остатки товаров. Если индивидуальные предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, плачивают страховые износы, то уплата эта производится за вычетом расходов, за вычетом затрат. Поэтому учитывайте это. Говорили на встрече о грядущих новациях 2020-го. В том числе принятие областного закона о понижении до 4% ставки налога для тех, кто платит его с доходов, находясь на упрощенке. Коснулись корректировки условий исчисления налога на имущество организаций. Это очень здорово, что такое мероприятие проводится. Я считаю, что оно очень необходимо той массе как раз небольших малых предпринимателей, тех, как мы даже подчас называем микропредприятия, потому что не всегда есть возможность в рамках своего предприятия иметь достаточно серьезную юридическую службу и, в принципе, отслеживать все те изменения законодательства, которые сегодня происходят в различных сферах. Все материалы единого дня отчетности будут доступны на сайте регионального бизнес-омбудсмена.